Всех приветствую на канале Крустлайт с продолжением истории от третьего лица. Так вот ходил пацанчик всегда. С рюкзаком на одно плечо в одиночку заходят в магазин, как правило, в парфюмерии. Вот как он спускался тогда на экскалаторе. По-моему, он в рюкзак, что ли, пыханул, а может быть. Хотя его предупреждали, что не надо. Ну и вот так раз в конце экскалатора, опа. С двух сторон они сошлись прямо вот так. Раз, с одной стороны, с другой. Подручки белые. Ну там еще есть куча таких историй. Типа как... Женщина-детектив цепляется за ногу. И пацанчик вот так вот ее тащит по полу, пытается уйти. Потому что с другой стороны залетает. Ну вот так вот идет, короче, срисовывается. Правда, как бы посмотрел. Типа вот продавщица, да. Вон там стоят, типа, влюбленные. Но один из них такой, типа, внешности, да. Ну что, в общем, явно тут что-то не чисто. Плюс везде снимают. Ну... И даже каждый раз, когда он заходит... Возле того, куда он перестал... Тем образом в жизни жить заходит в магазин подобный. И его напевают триггеры. Запахи. Мне кажется, что сейчас ему положат руки на плечо. И это самое. Встали вот. Вот, пользуясь случаем, как бы, когда по пешеходной зоне вот так идет, обязательно проезжает полицейская машина. Ну, если кто-то, какой-то магазинный вор, например, приедет, он... Они вызывают... Они подъедут под магазин, заберут его, оформят его. Ну и там уже будут смотреть. То есть каждый раз, когда одного из таких клиентов берут... Сейчас нужно отойти, потому что Аннушка уже разлила масло, а едет трамвай. Вот. Когда одного из таких клиентов берут... Там... Получается... Чтобы отпускать его или не отпускать в тот же день на улицу, будет обязательно делаться запрос в прокуратуру. Прокурор или верующий. Есть у него там место жительства или нет. Так, вот. Сейчас как обычно. Опять дезинформация, опять, короче, сживание вот этого всего. И самое интересное, что вы, блин, будете делать, если американцы вас не будут защищать в НАТО? Ваших внуков, блин, ваших детей и вас поработят. Либо русские, либо они придут вас... Устроят вам бучу и эрпень прямо здесь. Вы не можете защищать даже свое мировое нормальное общество, потому что у вас демократия только она наносная. И они сразу воют, да? Типа... Вот и всех надо прикрывать вот эти вот все АФТ-шные прокладки и не только. Да что бы вы делали, блин? Вам выгоднее, да? Допустим, украинцы там подняли руки, допустим, у них там завоевали. Вы что думаете, на этом остановятся? Дальше, больше, бакер, маленький. Все как по списку. А теперь, уанапурский магазин. Точнее, это нелегально. Есть такой пустой, как бы, каннабис. Из него высовывают тетрагидроканабиол. И он, вроде бы, как бы легальный. Ну, и открывают, в общем, магазины. Там масла продаются всякие и так далее. Это... Вон там едет и в батарейский трамвайчик. Есть такой, типа, робот домашний, Alexa. Ну, и я ее постоянно задалбываю. Ну, то есть, как раньше я задавал вопрос, типа, Alexa, кому принадлежит Крым? Ну, на немецком. Она там что-то, типа, там выкручивается, там. Это, типа, что-то там... Что-то какие-то там конфликты, что-то такое вялое было, да. А вот недавно я ей задал, говорю, по закону, говорю, кому принадлежит Крым. Они говорят, по интернациональному праву, то есть по международным законам он принадлежит Украине. Ну, оккупирован с 2014 года. Сами знаете, яким гимном. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...